друзья всем привет с вами как всегда алексей крылов илья ну что это заключительное видео из турции наш отдых уже подошел к концу предыдущем видео показывал как мы выселить выселились из отеля трансфер за нами приезжает 1850 вылет у нас 2340 короче нас забирают где-то за четыре чем-то часа до вылета за четыре с половиной это надо будет на калькуляторе посчитать точно вот и мы сейчас сидим пьем кофе йог смотрим на море скоро будем отправляться в отель кстати сегодня обещали дождь по прогнозу да но дождя нет все супа скажем морю огромное спасибо за то что мы в нем купались за то что погода была отличной на время когда мы были здесь все спасибо солнцу спасибо облачкам спасибо морю и скул всем всем спасибо я не жалею что мы сюда приехали я считаю это очень ну как классно вот я рад что я не сидел дома конечно у меня были огромнейшие сомнения ехать и ехать в принципе это перед каждой поездкой ты думаешь да куда там ехать сиди дома вот но в итоге в конце каждой поездки абсолютно каждой поездки я думаю такое молодец что решился поехать вот не остался дома ну и самое главное перед тем как будем отправляться в аэропорт поскольку в отеле не кормят вот вещи наши остались там ведь целый день лежат мне кстати но даже лежит на ресепшене без присмотра в рюкзаке сейчас идем поедим чтоб ну не ехать на голодный желудок потому что самое главное правило путешественника нужно быть сытым чтобы было хорошее восприятие мира да надо плотно покушать плотно вот поэтому мы сейчас отправляемся нам надо идти минут 25 до того места где готовят еду так мы только что зашли в ресторан взяли еду на вынос бежим наш отель идти где-то полчаса сейчас у нас 18.00 она забирает 1850 вот надо быстро дойти и наверное поедим уже в отеле если успеем ну что вот у наш ужин курица макарошки салатик айранчик мне зрители сказали алексей хватит пить кока-колу здесь надо пить айран поэтому мы с ильей послушались и постоянно пьем айран вот а еще я хочу гречку с котлетой гречу дайте я тоже самое взял но я себе заказал куда супер острую там было три перчины вот поэтому наверно она будет остренькая еще нам подарочек дали хлеб цена вот этого всего удовольствия примерно я вам скажу 3 доллара 25 центов приятного аппетита вон и детей да и через минут 10-15 уже за нами приедет автобус который отвезет в аэропорт и я уже буду показывать подробно что происходит в аэропорту какие проверки мы проходим вот поэтому оставайтесь с нами за ваше здоровье приехал с нами трансфер в самолет и беру рюкзак потом беру пакетик с гранатами все до свидания все идем я показывал что у меня в сумке 12 банок мне кажется у меня будет жесткий перевес ну не знаю взвесим но какая-то очень тяжелая сумка непривычная для меня когда летел в турцию было 9 килограмм назад прям ее с трудом поднимаю вот посмотрим с гранатами меня там пропустят нормально или нет и потом обязательно сниму видео довез ли эти банки или не довез мы уже подъехали в аэропорт регистрационного онлайн не было мы еще кстати можем сидеть с тобой отдельно если будет полный самолет вот такое но если мы придем в конце иногда такое бывает но очень редко что будем выходить вот наши машины еще сверху как она светится так забираем наши сумки ну что мы прошли на территорию аэропорта была длинная очередь на одну стойку а я короче сотрю там три стойки работают он видите какая длинная на входе в аэропорт очень быстро прошли контроль вот и все то есть просканировали все вещи отдельно нужно выкладывать ноутбук сказали ремень можно не снимать сейчас проходим регистрацию я еще такого не видел полностью пустой только только в киев короче смотрите аэропорт полностью пустой да мы только одни улетаем все вообще вот так вот офигеть подсветка спасибо да подсветка у нас включилась да так что такие дела у меня 18 и 6 никакого перевеса нету отлично и так боялся думал больше 20 килограмм потому что норма 20 килограмм у нас ехал я была сумка 9 килограмм а вот везу 12 банок с вареньем закруточками а у меня я в принципе даже не могу его оторвать смотри от земли да сейчас двумя руками взял бантели которые на резине по скидке были еще давай ставь не это 30 вот внутри у меня 30 все износит вам от варенье и места 12 банок уезжают надеюсь не назову мой 12 и 2 отдельно 2 2 нас его дамы чемодан мы прошли все очень быстро меня короче не ненавидят все люди потому что стоит одна очередь в одну колонку там написано на этом на стойке то есть 33 окошечка делают регистрацию я подошел в соседние первый а там человек 20 стоит в одну это и просто там женщина говорит вышел горит самый умный тут я еще к людям когда подходил говорю вы чё говорю в одну стоите там же трети работает в итоге такая ситуация но вроде все нормально ну да не ну ну так очень часто бывает ну а чё зачем стоять в одно если работает просто люди сами создают себе очередь ну что прошли все зоны все хорошо зашли в зону бюте 3 мы наверное знаете сколько прошли все максимум 10 минут у нас заняло то есть вошли в аэропорт от входа в аэропорт и до вот этих всех до выхода в дюйте 3 тут кстати вот такие бутылочки по 5 евро у меня пропустили то есть ноутбуком без проблем все в порядке потому что иногда бы в этом досматривают у меня вот шесть гранат вот то есть без проблем все пронес в пакете и что в рюкзаке у меня конфеты с конфетами тоже на борт без проблем пускают никто конфеты не отбирают вообще быть первые когда самые самые первые из самые одни ну потому что мы самые первые прошли регистрацию хотя пришли самые последние так в аэропортах такое очень часто бывает я просто не понимаю почему люди невнимательно смотрят на эти стойки регистрации и часто бывают стоишь в очереди вот когда ты сам посмотрел я на самом деле сам не смотрел я стал там где очередь ну да а там просто подошел охранник и типа говорит учетом куху что ли загорит ухом вышел любите в очереди стоят за шоу украинцы говорит все в киев летели как вы узнали так вы все стоите в одну очередь там три окошка так ну что давайте что не пойдете фли посмотрим что тут есть но в основном вот все в евро вино 11 евро 750 давай из такого популярного очень красивая бутылочка 1250 евро жал я узнаю что обычно чипсы принглс всегда вот есть во всех аэропортах смотрите 5 евро стоит упаковка ммд стоит пять с половиной евро но скидка 50 процентов 275 евро он упаковка мандемса жевачки стоят он ментоз 5 евро 50 копеек у тебя надо здесь открывать кофейню здесь очень выгодно да вот маленький red label 1250 одно кофе продал же бизнес и ну да уже не месяц это можешь отдыхать потом что еще продается масса оливки оливки получается 550 евро спасир 660 евро такая шоколадина 2 минус 80 процентов это как вообще да это кстати реально очень дешево посмотри на самом деле здесь очень много этих минус 80 процентов получается по 2 евро вот эти шоколадки прям за 2 евро считаю это очень круто какой здесь вес 300 грамм то есть они такие прикольные да так давай еще посмотрим какие скидки так у меня правда если честно сказать практически все деньги закончились вот я в долларами буду рассчитываться 50 процентов скидки 50 процентов скидки вот и 50 евро серии царе все распродажи вот получается 2 евро коробочки какие-то 11 евро 2 10 евро вот такая получается ну как лететь 1250 такая минус 20 евро 20 до альфа милка это здорово я беру с ора вода до минус 80 процентов 3 рубль 20 реальный до рубль 20 единственное что мне нравится они видите фрик рочат балды говорят игры почем это этот шоколадка я он говорит сколько евро игру 2 евро он говорит 3 доллара хотя это не 3 доллара получается это меньше намного вот но я же думаю не как-то официально наверно должны пикнуть это все получается в египте of duty free торговался с ними кстати может и здесь надо торговаться но вот смотрите такая водка не миров литровая здесь стоит 15 евро в борисполе она стоит 5 евро иногда по акции она бывает 4 вот вот этот не миров который подожди это здесь литр а не миров премиум и здесь не работа оригинал в 12 евро вот такой вот по 5 евро у нас потом какая еще здесь водка русский стандарт 1 литр 1750 евро ну что я купил две огромные швейцарские шоколадки писала по 2 евро я у него спросил почему долларах он грит 1 3 доллара я сторговался две шоколадки за 5 долларов но нереально огромные без скидки одна стоила 10 евро вот со скидкой 2 евро скидки вообще очень крутые здесь поэтому иногда в бьюти фри обращайте внимание на скидки скидки бывают очень крутые сейчас вот илья тоже торгуется ну что ты взял какие шоколадки тоже одну швейцарскую да 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 и одну милку и одну милку вместе 320 евро но люди вот эти швейцарские шоколадки берут по 20 штук по 10 нагребают но они стоят 10 евро минус 80 процентов по 2 евро кого там еще рафаэлла такая коробка за 2 доллара вообще но там да ну походу смотрите аэропорт пустой получается людей нету и вот они чтоб как-то продавать этот товар все-таки там и свободности наверно проходит они как-то пытаются по скидкам но скидки реально я щас в шоке я вот 80 процент я из египта летел тоже огромные скидки в бьюти фри здесь скидки в бьюти фри вот в аэропорту есть starbucks сейчас скажу что почем здесь получается так в starbucks и здесь цены выше в два раза и получается сказали что полюса вайфаем надо купить на 50 лир это как-то первый раз я такой слушаю обычно просто надо купить кофе и можешь пользоваться вайфаем 50 лет мы тоже так брали вот starbucks переехал здесь четко стоял здесь просто на самом деле это другой аэропорт это другой терминал мы помнишь когда с тобой тут были мы спускались вниз на эскалаторе я тоже уже вылетал из него и перепутал его они просто очень все похожи смотри мы с тобой спускались можно было вниз спуститься а здесь вниз спуститься нельзя здесь вот это маленький какой-то терминал здесь получается вылет а внизу вот мы с тобой прилетели мы шли вдоль фонтана там прилет идет внизу поэтому это короче другой помнишь реально мы с тобой ходили вниз он был трехэтажный внизу за очень похож да то есть они тоже такие все круглые самое интересное интересное что мы с льви были первые и нам дали первые места у меня один б а у тебя один а у меня вообще один а я самый первый самый да самые первые места это круто то что мы можем зайти самый последний и будем в начале в принципе все равно когда заходить но выходить мы будем первые это очень удобно вообще класс но мы победители по жизни да сейчас мы посмотрим если в аэропорту комната для курения многие спрашивают пиво смотрите 7 евро в аэропорту в этом она по одному евро да вот вот около 4 евро аритбул почем 5 евро да но тут все очень просто получается в городе это цена в лирах примерно 7 ну капельку дороже но 9 лир примерно 10 стоит а здесь 7 евро у какого стоит в городе там первая бутылочка такая 3 евро здесь 3 лиры из 4 евро смотри здесь эксклюзивно есть starbucks пропучино напротив кофейни starbucks и в самом starbucks и такого нет ну да в аэропорту видно много отделов не работает работает только starbucks еще какая-то там маленькая такая кафешечка и все а так в основном все закрыто здесь видите сейчас примерно 9 часов вечера и ничего не работает вот работают такие часы детская duty free основное немного магазинов закрыта или я выбираю какими духами будешь точнее каким парфюмом будешь брызгаться вот я буду брызгаться versace сегодня давай закончилась до нижняя нижняя полная есть давай быстрого никто не видит 70 евро да тоже что ничего нет но у тела беленькая есть лучше белое есть уже дешевые 78 евро тут капелька осталось ну давай есть я маску поджигаем очень вкусно да кстати это не женские кто тут женщина лицо серьезно я так и не понял женские или не уже где-то полчаса сидим в аэропорту и оказывается у нас еще только час 50 до вылета через 50 минут только будет известно с какого этого выхода мы вылетаем потому что билете не написано смотрите тут все видеть и по заклеивано то есть сидеть рядышком нельзя аэропорт пустой да вообще пустой очень мало людей сейчас ищем комнату для курения смотрите вот мы находимся возле 15 выхода и здесь есть выход на балкон нужно понимать в каком мы терминале ну я не знаю ну смотри получается здесь можно курить наверно да да тут накурено тут можно курить мы-то не курим мы просто для интереса зубы я просто подписчики попросили я им показываю да вот целая комната вот здесь просто сетки на улицу которая выходит уже время приближается к посадке но смотрите аэропорт просто весь пустейший таким аэропорта еще никогда не видел сейчас просто зима еще и вирус поэтому но да да конечно просто в шоке вообще гуляем тут как как хозяева у нас выход номер девять уже начинается посадка или не начинается просто 5 люди встали в очередь но у нас первые места единственная проблема аэропорта вот там где большое скопление людей это то что здесь не работают кондиционеры потому что из-за вируса я такого это запрещено вот и здесь очень жарко не циркулировал вот этот заразный хочу жить здесь есть балкончик и это мы выходим хоть подышать свежим воздухом потому что очень жар слышались да у нас задерживается самолет получается уже 22 10 22 12 то есть в 22 10 нужно были вылететь вот я просто вначале перепутал я думал на 2340 летаем 2340 мы уже вылетаем мы должны были прилететь потому что у нас там получается на час меньше чем здесь разное время и 2340 по нашему должно уже были быть у нас но мы задерживаемся и тут получается очень душно кондера не работают водичка стоит 2 евро а виски кола стоит 3 евро и что покупать шоколад 2 рубль 20 или шоколад 2 рубль 25 мы гуляем по аэропорту у нас идет задержка сейчас уже 22 32 ничего не говорят должны вылетать уже были 22 10 и мы тут нашли бур бургер кинг я постоянно говорю кинг бургер сейчас посмотрим какие здесь цены есть очень классное предложение смотрите кофе япончик 6 евро и кофе япончик 5 евро как это называется туркиш и dpd правильно да он ну тут все в евро прям бургер 10 евро да это прямо это это я прям не с даже в эмиратах по моему дешевле ну это что-то цену там в эмиратах можно на доллар три бутылки воды купить я покупал там кстати мод макдональдс тоже был там цены капельку были выше чем городе в шарджи ну так это извини меня king для королей а здесь просто что-то вообще цен уже есть туда же я не знаю ну очень высокий королевский ну да а вот если бы я у нас открывал франшизу бургер кинг я бы ну более адаптировал под нас бургер царь например так это тут и новое название придумал это ты можешь вообще новое или у нас же нету такого как бургер у нас сарь бургер у нас есть этот батон с котлетой царь ну принципе идея классная царь котлета вот царь бургер царь котлета я даже придумал девиз зашел пацаном вышел царем царь бургер а это слоган слова да да царь бургер вышел а зашел пацаном вышел царем да а вот этот салат там цезарь я бы назвал например пётр салат пётр ну да получается салат назвали то был юлий цезарь а у тебя будет салат пётр первый да мы уже тут узко устали гулять мы уже продегустировали виски колу ну короче я вам что скажу если идет задержка в виски колу невыгодно покупать потому что на двоих вышло 6 евро а там есть уже вот бьюти фри бутылки ну большие очень такие нормальные ликеры какие-то например там по 15 евро по 12 но нам вот на ночь бы хватило наверное если тут задержка сейчас на пять часов будет я не знаю я короче не будет ночь в музее знаешь да то есть мы ходим а тут все пусто видите никого нету а еще если там в меню будет греческий салат и он чуть-чуть под портится то его можно назвать древний греческий ну да да очень кстати продумано все люди получаются стоят вот там скопились выход 9 там очень жарко мы я просто мы я не могу там находиться поэтому это люди там ну вот они даже машут чем-то как этим как верно спортами паспортами им душно но они все равно настойчиво не хотят там отойти полметра прогуляться освежиться ну да мы уже пойдем в комнату то есть там где свежий воздух давай да так вот что я хотел сказать не знаю не помнишь не помню все забыл так мы уже сделали круг ура наконец-то все двинулись посадки она уже пишет на табло заканчивается ну да сейчас покажу вам наши передние места это обычно это крутые места должны быть перед випе на ну да а подожди все в рукаве стоят видишь всех запустили ну там насчет алпа стоит в рукаве там еще жарче погрузка пошла да ты счастлив вот тут все стояли это прям вообще жесть было там она же до нас доходила о теперь здесь еще очередь она вроде рассасывается тебе вместо вообще просто запомнить 1 а 1 а вот мы стоим в рукаве специальная дистанция один сантиметр друг от друга да да плотно просто если вдруг случай сделаешь дистанцию меньше чем один сантиметр туда сразу кто-то вклинится ну да пройдет быстрее да у меня маска точнее то что под маской очень сильно уже вспотела это вообще конденсат до конденсат уже все мокрое рот мокрый нос мокрый ура мы наконец-то подошли к самолета но тут просто очередь из-за того что люди наверное складывать свои вещи вот так поэтому вот очередь самолет обычно зашли через руках ну что мы реально на первом месте самые первые вот видно как люди заходят даже вот здесь через щелочку не проходят этому ведет кабина пилота ну я бы не сказал что здесь есть место тут просто просто получается никто не откидывается вот а так место как бы вот так вот Кстати, что-то капает с потолка самолета. Может у них крыша течет в самолете? Может это конденсат надышали, я не знаю. Но что-то течет вон с потолка. Может это помидоры там типа просеклил? Да нет, если помидоры, то был бы красный. Все, получается, двери закрыли. Видите, от нас отходит этот трап или рукав. Как это правильно называется? Видите, двери закрываются, все. Сейчас будем отъезжать. Илья капает прямо на штаны. Ну что, будем взлетать. Приятного нам полета. Полетели. Полетели. Так, мы подъехали. И сейчас будем видеть, как будут подгонять трап. Смотрите, сколько я возле двери сижу. Видите, вот это вот фонари горят. Это сейчас будет подъезжать к нам этот, не трап, а точнее рукав. Полет прошел нормально. Спокойно. Без криков. Без криков обошлось. Без криков обошлось. Вот, смотрите, подгоняют. Мы приземлились. Минус два на улице, а ты это в футболке. Температура ни у кого не было, все хорошо. Мы опять же в первых рядах. Вот, смотри, здесь вот эта штука работает. Но и по сравнению с Турцией, в Борисполе, кстати, очень много самолетов стоит. Да. Стоят. Да, то есть очень много. Кстати, можем идти, еще быстрее будет. Зарисован. Ну что, ты рад, что мы прилетели? Ну, немного грустно, если честно. Ну, я на самом деле, честно скажу, рад. В принципе, мне семи дней хватило. Вот. Ну, реально, как бы, ну, как бы холодно, там, прохладненько. Вот. Я это уже хотел домой, но вот как мы прилетели, я уже хочу обратно. Ну да. Ну, мне очень понравилось, вот. Ну, как бы, мы очень активно проводили время. У меня до сих пор крепатура на ногах. В день ходили очень много. Вот. Ездили на велосипеде. И от велика у меня крепатура. Как бы, ну, мне, в общем, понравилось. Ну что, будем забирать сейчас багаж. В общем, наше путешествие подходит к концу. С нами параллельно прилетел Шарм-эль-Шейх. Вот наш, еще Анталия. Да. Надеюсь, с баночками все будет хорошо. Вот. Что-то хочешь сказать? Даже не знаю. Да. Хочется назад теперь. Ну, короче, да, не расстраивайся. Потому что, в принципе, за 125 евро мы без проблем себе можем организовать еще одно такое же путешествие. Вот. Кстати, ну, цены реально бывают низкие и в Эмираты, и в Египет. То есть, стран, куда улететь по низкой цене очень много. Вот. Поэтому, как бы, главное желание. Вот так вот. Ну что, друзья, на этой прекрасной ноте будем заканчивать видео. Спасибо, что смотрели наше путешествие. Вот. Всех обнимаю. Целую. Да. Подписывайтесь на канал Ильи. Ссылка под видео. Вот. Всем пока. Всем здоровья. Путешествий. Пока. 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 Пока.